Всем здрасте, пока я тут глазею в чатик. У нас продолжение наших встреч по поводу разработки приложений под Linux. Я надеюсь, что сегодня будет достаточно нормальное все. Ну, я надеюсь на это. Вот, соответственно, сейчас мы чатик откроем в отдельном окне, как это обычно бывает. Всем здравствуйте в чате тоже, где тут кнопочка открыть чат в отдельном окне. Вот она, прекрасно, вот, шикарно. И, значит, сегодняшняя наша тема – это продолжение прошлоразной темы, потому что в прошлый раз мы потратили полчаса на борьбу с аппаратным окружением всего этого безобразия. Вот, на этот раз мы не будем с ним, скажем так, местами бороться с ним не будем, а местами начнем, так сказать, его превозмогать. Вот. И у нас сегодня лекция про то, что называется сборочное окружение, то есть инструменты, которые нам нужны для того, чтобы, например, делать домашние задания. Прежде чем мы продолжим прошлую тему и поговорим чуть-чуть про гид, а также про инструменты сборки, традиционная рубрика в фильме не снимается. Значит, чего я не буду рассказывать на этих лекциях, а тем не менее буду ожидать, что вы как-то тем или иным способом в теме. Если вы не в теме, предполагается, что вы в эту тему въедете как-то в обход, в объезд наших лекций, потому что, к сожалению, если представлять себе такой комплект линуксовых лекций, вот этот наш с вами курс, он не первый. Первый курс должен быть такой, знаете, под условным названием линуксизация мозга. Но я не решаюсь его, я довольно долго, значит, лет, наверное, 10 к ряду такой курс делал. Сейчас я его не решаюсь проводить по причине того, что базис линуксовый, который нам, в частности, потребуется для наших с вами занятий, очень сильно не равен тому выхлопу, который вы видите, условно говоря, поставив себе на машину Ubuntu. И от одного до другого так далеко, что я не готов рассказывать вам, условно говоря, про то, как точно, как именно работать в командной строке, при условии, что вы в действительности запускаете какую-то из многочисленных графических оболочек под линукс, коих там довольно много, и в ней какие-то многочисленные кнопочки нажимаете. Ну, если очень-очень грубо говорить, да, мне не хочется выглядеть обманщиком, который обещал рассказать про линукс, а рассказал про какие-то страшные кишочки и командные строки. Тем не менее, именно ими, страшными кишочками и командные строки, мы будем эффективно пользоваться в течение этого курса. Вот. Поэтому, если у вас сейчас или по окончании возникнут какие-то идеи, как бы мог выглядеть курс номер ноль вот в этой серии, с учетом того, что это условно курс номер один, да, your role is welcome, мне было бы интересно про это знать. Так вот, о фильме не снимались. В первую очередь, мы не будем разговаривать про то, как администрировать вашу линукс-систему. То есть, как ставить в нее пакеты. Что такое пакеты? Что такое зависимости между пакетами? Да. Мы не будем разговаривать про то, как настраивать сервисы. У меня вот в одной из лекций человек спрашивал, ну вот вы рассказали, как подключиться к ССХ, а как сделать так, чтобы он был? Как сделать так, чтобы ССХ вообще допускал подключение? Увы и ах, это область задач администрирования, которые мы в курсе разработки приложений не рассматриваем. Ожидается, что вы либо это умеете более или менее как-то, либо чтением соответствующей документации добьетесь решения конкретной задачи, там, допустим, как поставить ГЦЦ на вашу машину, и на этом это закончится. Вот. Время от времени я буду такого рода команды выполнять, но поскольку я надеюсь, что мне удастся подключиться к тому самому серверу практикума, это не сервер практикума, извините, это специальный сервер наших лекций. Давайте мы поменяем название, потому что про сервер практикуму те из вас, кто был на первом-втором курсе, наверное, знают, что это такая FreeBXD-шная машина, вот, странненькая. Ну, странненькая в смысле программного обеспечения, который там стоит, и уровни его, так сказать, интеграции друг с другом. То нет, да, это будет не он. Давайте я поправлю слово сервер практикуму на сервер вот такой штуки. Давайте. Это будет более правильно. Да. Так вот, значит, у вас есть, собственно, два путя. Три. Путь первый. Вы уже более или менее вот в этой теме, и тогда вы просто берете ваш любимый дистрибутив Linux, сами его админите, и в нем разбираетесь, и делаете то, что требуется от нас по курсу разработки. Путь второй. Вы более или менее становитесь таким админом, потому что на самом деле не так уж много нужно знать, чтобы выдать команду upget install, или даже просто запустить соответствующий пакетный менеджер, типа синаптика или что-нибудь такого, прокладывать в нем соответствующие галочки, которые вам покажутся нужными для нашей домашки, и они действительно окажутся таковыми. Обращаю ваше внимание, что поскольку все программное измечение под Linux, по крайней мере то, которое лежит в репозиториях, оно свободное, и уж как минимум свободно распространяемое, если вы подключили какие-то странные репозитории, непонятные. Вот в Ubuntu такое часто бывает. Подключаете какую-то хрень. И оттуда что-то ставится. Да? Так поскольку они свободно распространяемые, вот этот вот способ использования прокликал, установил, не понравилось, удалил, вас ни к чему не обязывает совершенно. Ну, правда, такими манипуляциями, конечно, можно привести систему в некоторое изумление. Ну, ладно. Путь третий. Вы можете воспользоваться, как это, бесплатной поездкой, и я вам выдам аккаунт на специальном сервере, который в действительности является просто моей рабочей машиной. У меня на работе в компании «Базальц.по». Даже не самой машиной, а виртуалочкой на ней. Вот. Эту виртуалочку я вам как-нибудь продемонстрирую, потому что там есть одна очень нежная фича, которую я очень люблю, связана с секью решалом и с пробросом портов с помощью секью решала. Но для этого нужно найти время. У нас такого времени нет. Короче говоря, пишите мне в телеге, присылаете мне свой открытый ключ, по которому вы будете аутентифицироваться на этом сервере, и я вам присылаю настройки секью решала, как на этот сервер попасть. Вот. И это в случае, если вы выбираете путь номер три. То есть вы не очень дружны с Linux, пока что, и вы не собираетесь с ним дружиться right now. Хотя я подозреваю, что для того, чтобы поставить какие-то пакеты, и чтобы они заработали, не так уж много нужно. Вот. Замечание номер два. На этот раз оно относится не к тому, чего не будет в лекциях, а наоборот к тому, что будет в лекциях. Несмотря на то, что под Linux существует огромное количество инструментов разработки, которые использует графический интерфейс, мы с вами ограничимся исключительно работой в командной строке и в таких инструментах, которые ориентированы на текстовый экран. Почему так? Тому причины две. Первая причина. Те из вас, кто получит аккаунт на сервере, будут работать исключительно через Security Shell, стало быть, получат только терминальный доступ, и вам придется пользоваться исключительно инструментами, которые текстовоориентированы, и больше никакие. Вот. А вторая причина стоит в том, что подавляющее большинство инструментов, которыми мы будем пользоваться, всякие мэйки, конфигурии, вот это все, вот это все. Это просто инструмент, который жуют какие-то тексты, возможно, ваши тексты на си, возможно, какие-то проекты, в общем, жуют тексты. И выдают в качестве диагностики тоже тексты. Ничего, кроме терминального экрана, для того, чтобы этим инструментами воспользоваться, вам не понадобится. Вот. Поэтому я принял решение вообще исключить ГУЙ из... Почти. Почти исключить. Там будет один из... Парочка таких смешных моментов. Вот. Почти исключить ГУЙ из нашего с вами разговора, и ничего болезненного от этого не произойдет. И, собственно, долг за прошлую лекцию, что мы вот в течение того получаса, с которым мы... Пока мы боролись с техникой, мы пропустили разговор про ГИД. Дело в том, что ваши домашние задания будут лежать в одном специальном репозитории, собственно, публикация которого была записью на этот спецкурс. Если вы... Да. Поэтому я обязан рассказать немножко про ГИД. Вот. Сразу скажу, что кто совсем не в курсе идет вот сюда и читает это, и прощелкивает то, что здесь написано, прекрасный сайт, отличная толстая документация, вам понадобится далеко не все. Повторяю, наша задача не идет в освоении целиком самого инструмента ГИД. Наша задача идет в освоении всевозможных инструментов разработки, из коих ГИД это только инструмент базовой чего. В первую очередь, хранение исходных текстов, во вторую очередь, версионирование, то есть мы, даже на самом деле, в первую очередь, версионирование, давайте будем честны, то есть мы разрабатываем наш программный продукт и время от времени говорим, а вот сейчас он находится в некотором состоянии, версия там, номер 100500. и вот такого рода снимки состояний всех исходных файлов, исходных текстов вашего программного продукта, это тоже важное свойство системы контроля версии, она же Version Control System или VCS. И третья вещь, которой мы практически не будем заниматься в этом семестре, приглашаю вас на следующий семестр на курс совместной разработки приложений на Python, на Python, где мы будем заниматься ГИТОМ уже так очень плотно, мы не будем заниматься инструментами и приемами совместной разработки, то есть ситуации, когда у нас программный продукт один, разработчиков много и соответственно репозиториев у персональных много и есть один такой кумулятивный. Вот этой всей машинерии мы заниматься не будем от слова вообще. У каждого из нас будет ровно один публичный репозиторий, в котором ровно один из нас будет туда публиковать решение домашних заданий. Вот. Чтобы было понятно, помимо вот этих базовых функций есть еще несколько всяких помощных функций, но главное, что отличает ГИТ от, например, модного в девелоперских кругах модной системы контроля версии Subversion, она же SVM, это его распределенность. Отдельный класс систем контроля версии Distributed Version Control Systems, которые устроены таким образом, что в действительности у каждого участника свой собственный репозиторий, который он публикует где-то, а сведение содержимого этих множественных репозиторий воедино, это отдельная работа. В отличие от того же SVN, в котором, наоборот, есть централизованные репозитории, в которые каждый пушит, помещает свои изменения, а слияние это такой специальный механизм, вот когда выясняется, что изменения сделаны одновременно несколькими людьми в одном и том же месте и дальше нужно разрешать конфликт. Понятие репозиторий это место, где лежит все, что вы наплодили. Это может быть место опубликованное и тогда эта штука называется публичный репозиторий или репозиторий публикации. В случае гита это так. Это может быть место, где вы занимаетесь разработкой. В случае гита локальный репозиторий всегда полностью копирует публичный, то есть у вас их как бы два, один условно на условном гитхабчике или на гитссмсру, как у всех у нас есть аккаунт на гитссмсру. Вот. Один репозиторий публичный, один репозиторий локальный, который организуется, когда вы этот публичный клоните к себе на машину. Это важно понимать. Полная копия всего репозитория лежит у вас прямо на диске. Вот их два. Локальные копии это то, с чем вы работаете и репозиторий для публикации. Второй термин рабочая копия. Рабочая копия это те файлы, которые не просто лежат в репозитории, потому что мы помним, что в репозитории лежит вся история. Там лежат вообще все файлы, вообще во всех состояниях, в которых они когда-либо пребывали. Вся история разработки лежит в гите. Поэтому рабочая копия это не файлы из репозитории, а это тот самый снимок. Это ситуация, когда это те файлы или то дерево файлов с каталогами, которое соответствует какому-то состоянию в процессе разработки. В гите это называется триш, дерево, вернее, древообразное нечто. Вот в случае понимая слово три как дерево файлов. Файл, каталог, файл, каталог, каталог, вот это все. Вот. Коммит это единица изменения такого, такой истории. То есть фактически вот у вас есть один слепок, коммит и следующий слепок. Фотография всех файлов в том состоянии, в котором есть. Коммит это переход из одного состояния в другое. Опять же это термины гита в других системах контроля версии может быть по-другому. Коммит месседж это текст сопровождающий каждое такое изменение, каждый коммит, в котором вы описываете какую задачу вы решали и если это сложное решение сложной задачи, какие подзадачи при этом вы решили. Не нужно в коммит месседже писать ну например я создал новый файл, хотя я так буду делать при вас. в случае если в самом коммите написано что вы создали новый файл понятно нужно писать для чего этот новый файл потому что из самого файла не очевидно файл называется .txt а что это означает надо написать в коммит месседж как происходит работа с да 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 конечно конечно все есть но еще раз гид репозиторий хранит вообще все состояния начиная с пустого все состояния в котором ваш код был вы столько не напишите чтобы это было очень много сколько занимает ну не знаю windows установленный на диск 250 гигабайтов вот сядьте и напишите 250 гигабайтов исходного текста ну в общем что-нибудь сломается первым в этой цепочке я думаю что наша психика она самая слабая вот поэтому да все такие мощные проекты как ядро linux со своими миллионами строк кода действительно слегка сильно притормаживают при попытке какие-то глобальные операции с этим проделать но нет гид репозиторий хранит вообще все вы можете его упаковать тогда из вот этих снимков будут вычислены дельты собственно как один снимок в другой преобразуется но это всего лишь способ как это сказать архиваться с точки зрения пользователя останется все как было вы можете в любой момент получить доступ до любого вот такого коммита вот до любого дерева являющегося на который указывает коммит другое дело что иногда это дерево придется распаковывать вот сейчас я попробую зайти на практику ой не получилось а если так о получилось вот я один на этом практике это вот тот самый сервер который действительно является виртуалочкой на моем десктопе стоящий у меня просто на работе на столе вот и вот на нем то мы и будем все делать да значит ням ням зачем я про это вспомнил расскажите мне про гид я вспомнил надо что-нибудь склонить первое с чего начинается ваша работа с удаленным гид репозиторием это клонирование репозитория если он уже есть на вашу машину как правило всякие хостинги типа гитхаба имеют специальную кнопочку создать репозиторий вот вы нажимаете кнопочку создать репозиторий и клонируете вот я сейчас не буду подробно рассказывать про структуру гита именно потому что я во-первых есть про гит ходить туда и значит смотрите туда вот а наша задача именно как разработчиков то есть как условных программистов научиться всем этим безопасным пользоваться ну чего давайте посмотрим что мне уже можно склонировать так так это какая-то какая-то человек я хочу ну вот например все а хорошо ну хорошо теперь точно ну-ка вот вот я взял указал в качестве urla некоторый удаленный репозиторий на хостинге source hud вот я его склонировал под ковром здесь как вы можете догадаться сработались хашные ключи которые я туда разложил кто бы меня пустил просто так на этот сайт да у меня есть на самом деле хашные ключи вот вот одним из этих ключей меня пустили на source hud значит да под ковром стало быть у меня лежат хашные ключи я склонировал значит я эти вот открытый ключ соответствующий какому-то из этого из этого хэшика подозреваю что вот этот открытый ключ я заложил туда на source hud и поэтому меня туда пустили да скопировал этот ключ агенту с хашным который предоставляет распорольный ключ всегда вот и этот агент при попытке зайти вот сюда вот и закидклонить собственно предоставил этот ключ и меня склонировали тут у меня спрашивает сокращенец напоминаю что сокращенец это очень такой активный деятель нашего чатика в том числе ютубного и этого самого телеграммного у которого есть дружестый нам канал посвященный железу вот и курс лекций по рискфайву и по паянию всего вот этому вот так вот он спрашивает разве нужно нужен ключ чтобы клонировать если вы клонируете по протоколу хттпс не нужен но например на гитхаб больше обратно вы не запушите потому что склонировали по хттпс а если вы клонируете по протоколу гит то бишь секью решел на самом-то деле то да нужен иначе вам не дадут такие дела ну вот в результате что мы получаем мы получаем мы получаем какой-то 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 дерево каталогов вот с какими-то исходниками вот исходники на си вот какой-то русификация это кстати один из примеров с которым мы будем с вами работать что это вот это это та самая рабочая копия это файлы соответствующие одному из коммитов как правило последнему тришем триш дерево ну вот а сам репозиторий лежит вот здесь вот в каталоге .git и вот это полный репозиторий в нем в общем ну давайте посмотрим сколько в нем объект а в нем пак он упакованный вот видите помните я говорил что можно упаковать их все добавляют в один в качестве разных ремонтов и у вас от каждого из них лежит отдельно деревья ну короче короче это запакованный репозиторий кто-то мне сказал gitpack я хотел значит хотел сделать вам показать сколько что их там довольно много но они все лежат вот как раз в том самом упакованном виде о котором мы говорили вначале но это в общем опять таки не очень важно мы сейчас внутренностями гита не занимаемся просто я хочу указать на то что весь репозиторий в действительности доступен вот в этом каталоге и так вот это у нас рабочая копия вот это у нас git log история разработки начиная с самого начала вот вот это коммиты это собственно переход от одного дерева к другому вот сейчас что-нибудь такое можно сказать ну понятно здесь никакой никакого графа разработки нету потому что работал всего один товарищ двое но на самом деле один одного звали your name другой George V курячий вот про второго вы можете догадаться кто это про первого наверное тоже это когда вам гид говорит а вы тут вообще-то не зарегистрировались как вас назвать он предлагает как раз пользователю your name вот значит git репозиторий да что я хотел сказать я хотел сказать цикл работы вот мы склонировали что мы делаем дальше дальше мы собственно чего-нибудь разрабатываем допустим только это было слово вот вот ну это Vim на самом деле я даже могу сказать вот так а нет не могу тогда вот так кстати надо мне поправить тут мне кажется что тут используется моя цветовая схема там иногда бывает светлым по светлому да ну ладно дело в том что я сам написал цветовую схему для Vim и иногда это может на белом экране не так хорошо выглядит вот ну не знаю ну что-то такое делаем да вот берем это пример локализации смене изменяет память собственно не очень важно допустим допустим мы как-то исправляем допустим мы как-то исправляем исходный код вот да следующий акт морализонского балета мы наисправляли наш код нам нужно эти исправления поместить в репозиторий ну во-первых мы смотрим что именно мы наисправляли он говорит смотрите у вас есть один модифицированный файл во-вторых мы говорим этот модифицированный файл я хочу добавить в будущий коммит не обязательно все файлы добавлять в будущий коммит мы можем нахакать много и разделить это хач его на несколько коммит ну как бы про море безвкусной еды говорят хрючево это вот море безудержанного хака хач его вот для того чтобы это сделать соответственно нужно просто некоторые изменения добавить а некоторые нет в следующем семестре мы будем смотреть как добавить если вы нахакали внутри одного файла несколько чанков как добавить выборочно некоторые из них такое тоже можно вот git статус нам меняет вместо значит указания того что мы изменили какой-то файл но он не добавлен change not staged меняет на changes to be committed значит при оформлении коммита вот это будет учтено дальше говорим git commit вот у нас запускается редактор текстовый по умолчанию vim этот кусочек мы пропустили значит мы к нему вернемся к текстовому редактору по умолчанию vim в котором мы пишем commit message говорим ну что мы сделали мы пофиксили допустим коммент ничем не сделали ну пускай будет все в этот теперь у нас git status говорит что все нормально только в вашем локальном репозитории содержатся изменения которых нету в вашем публичном репозитории они еще не опубликованы все то время пока ваш локальный репозиторий содержит какие-то ваши commit которые еще не опубликованы вы можете делать с ними что хотите перекоммичивать исправлять удалять делать заново делать что хотите делать после того как вы их опубликовали вы можете только молиться что никто с вами там потом ваш репозиторий не законился не зафечил оттуда чтобы задним числом нельзя было исправить про исправление задним числом мы наверное говорить не будем но имейте ввиду что никакая стадия разработки не является финальной и неотвратимой даже если вы опубликовали а уж если вы не опубликовали репозиторий что хотите делать хотите исправить публикация это git push и вот в этот момент ваш очередной коммит проезжает на публичный репозитор а дальше по циклу если вы работаете из нескольких мест или если у вас несколько человек на проекте то вы сначала делаете git pull он синхронизирует содержимое вашего репозитория и содержимое рабочей копии одновременно pull это не атомарная команда это git fetch и git match он сначала скачивает все объекты которые есть в репозитории а потом текущую ветку синхронизирует с состоянием этой ветки в удаленной репозитории дальше вы снова хакаете дальше снова git add дальше снова git commit дальше снова git push и так по кругу обратите внимание на то что акт публикации не равен акту коммита коммитов должно быть много одна задача один коммит а публикация должна быть тогда когда вы говорите моя работа выполнена все смотрите что я тут такое изделие да вот это развязанные штуки кстати сказать в этом большая разница между понятием коммитов в том же свене где нету разницы между пушем и коммитом и обычно коммиты это здоровенные такие вот все что я сделал за ним вот так делать в гите не надо от слова совсем в гите надо делать много мелких коммитов по принципу одна задача один коммит один хороший разумный коммит мессач а пуш то бишь публикация делается тогда когда вам покажется что пора как это объявить объявить себя миром и это что касается разговора про гит как я уже сказал все версии всех исходных файлов в любом состоянии хранятся в гите иногда как вы видели в упакованной визе то бишь вообще весь репозиторий в локальной копии репозитория в точке гит полностью содержится весь репозиторий целиком и процесс разработки на самом деле представляет собой не вот такое дерево как нам нарисовали а ориентированный граф потому что у вас будет может быть несколько веток эти ветки потом слиты в одну в общем вот но именно ориентированный петель не бывает понятно что процесс разработки идет поступать вот все вот это мы опять таки пропустим потому что для нас с вами никаких особых веток не будет в наших упражнениях мы занимаемся сейчас другим вот и пожалуй пойдем чуть дальше такой как это небольшое замечание для самых маленьких замечание для самых маленьких это как идет процесс разработки приложений я думаю все это и так знают без меня но поскольку нас наблюдают люди в интернет которые возможно не совсем в курсе да смотрите цикл тестирования отладки мы уже с вами немножко проходили вот мы значит или нет не проходили ну значит пройдем сейчас но это такое тоже чисто для самых маленьких замечаний вы отредактировали ваш файл или несколько файлов в проекте теперь вам надо посмотреть не поломали ли вы что-то значит вы должны собрать программный продукт из исходников в случае например программ на си а мы будем программировать на си в этом семестре в случае например программа на си это важный момент вам не питончик мы сначала наш исправленный текст должны собрать чего вы смеетесь в следующем семестре мы и с питоном тоже будем собирать проект там не все так просто как вам кажется вот значит мы сначала должны собрать то есть говоря очень грубо и говоря в терминах сегодняшнего домашнего задания сделать из файла на си бинарных проверить что он работает если он не работает понять почему он не работает и вернуться опять сюда к циклу тестирования вот помимо исходного кода в вашем проекте также могут содержаться всякие картинки тексты всякая мультимедиа и документация техническая и пользовательская исправляем собираем тестируем и так по кругу но в какой-то момент мы же это делаем ради того чтобы наша программа где-то работала наступает стадия установки и развертывания мы программу написали теперь она должна у пользователя заработать прежде чем она заработает у пользователя мы ее сами у себя на машине с чистого листа собираем устанавливаем и пытаемся ей воспользоваться это очень важный момент который часто пропускают при решении всяких домашек но у меня же в текущем каталоге все работало а то что вы забыли включить в дистрибутив например картинку и она теперь ее не показывает а в текущем каталоге эта картинка просто лежала среди исходника очень частая ситуация да вот заходишь на какой-нибудь этот самый гитхабчик инструкция по установке git clone make run что пропущено make install пропущено почему потому что человек об этом не задумывался у него из текущего каталога все работает вот так что первое что нужно сделать перед дипломом вот посмотреть а вообще он устанавливается ли у вас а дальше это надо куда-то сложить то есть в какое-то место из которого будет происходить установка другие инструменты оттуда будут устанавливать развертывать ну и дальше этот это приложение еще надо адменить и сопровождать зеленого отмеченные пункты которые мы с вами в этом семестре в той или иной степени потрогаем неотмеченные пункты мы вообще даже трогать не будем как поместить ваше творение в репозитории это курс элемент совершенно другого курса который называется сопровождение пакетов выявлено вот пару слов про текстовый редактор вот тут сокращение говорит а лучше всего развертывать на виртуалке да еще с чистой не основной системой ну вообще да чтобы уж точно убедиться что ваше развертывание действительно работает а не просто ваше окружение уже готово к тому чтобы оно заработало мы об этом поговорим чуть позже вот теперь про редактирование значит я уже запалил перед вами редактор Vim вот и буду им пользоваться всегда на своих лекциях потому что потому что я в него умею альтернатива редактора Vim в принципе есть текстовый напоминаю что у нас нынче мы вот в этом курсе у нас четкий ориентир мы пользуемся только text-based инструментами вот альтернатива редактору Vim есть вот тут перечислены некоторые из них какие-то из них стоят у нас на сервере практикума который я назвал сервером практикума он на самом деле не совсем не он какой-нибудь микро стоит движение конечно графически о микро стоит я им пользоваться не умею и сразу скажу сейчас секунду ну ну короче микро это такой очень-очень мощный текстовый редактор классический а как отсюда выйти ctrl q вот значит микро это текстовый редактор в классической парадигме jet я думаю не стоит потому что это старая такая штука какой-нибудь nano это ну собственно вы понимаете да nano это довольно стандартный текстовый редактор стандартный текстовый редактор по умолчанию в том же в том же угунте например который умеет очень мало но как бы основную фишку он умеет он умеет раскрашивать синтаксический текст а микро это больше чем nano на порядок ну примерно так оно и есть вот я еще помню такой старорежимной штуку которая называется mcez вот можно вот так сделать вот синенький вот я думаю что современные вам люди вообще не понимают с какой горы свалилась вот эта синенькая и голубенькая а люди так сказать условно моего возраста еще помнят нортон командер и нортон ездит н едет это вот такая цветовая гамма пришла из середины простите конца 80-х начала 90-х тем не менее он достаточно мощный я знал человека который программировал на схеме на схеме он программировал в mcez это ему было нормально классно схема это который такой функциональный язык да диалект лисп такой современный у нас кстати конфигуратор весь альтлинукс написан на схеме этим самым человеком в основном стаса ивле вот значит да какая фишка текстовый редактор да значит ну я пропускаю всякие клипсы джинни вот это вот все все эти монстрилы я также пропускаю к сожалению стремительно потерявшую популярность систему емакс которая тоже очень крута в качестве текстового инструмента разработки круче чем вим вот почему она стремительно потеряла популярность я не понимаю но тем не менее что такое всякое а это ссылка на какой-то обзор какие текстовые редакторы в терминале лучше ну окей да вы можете пользоваться чем угодно я им не буду пользоваться на лекциях вы не сможете им пользоваться если вы запросите у меня аккаунт конкретно вы я так понимаю поставили уже альт на ноут так что вы можете можно пользоваться чем угодно хаджитбрейнсом прости господи ну то есть люди любят люди любят вискод на самом деле еще значит окей я конечно же рекомендую как многолетний пользователь Vim как пользователь Vim который начал пользоваться до того как Vim был написан потому что я пользовался текстовым редактором Vim предком редактора Vim да значит я конечно же рекомендую Vim потому что он умеет больше чем все ну реально больше чем все но Vim в отличие от всех других редакторов специфичен потому что у него парадигма не классическая а парадигма такого микропрограммирования с клавиатуры. Здесь присутствующим кому-нибудь нужно объяснять, в чем главное отличие VIM от всех остальных редакторов. Помашите ручками, кто ни разу VIM не тыкал. Все тыкали. Тогда я просто скажу, чтобы сэкономить нам с вами время, что главная фишка VIM состоит в том, что большинство клавиш, которые вы прямо сейчас собираетесь нажать на клавиатуре, воспринимаются не как попытка вставить эту букву в текст, а как команда редактору. Практически все клавиши на клавиатуре являются командой редактору. Клавиша W – это перемещение по словам. Ну и так дальше, и так дальше. Для того, чтобы перейти в режим вставки, нужно просто нажать соответствующую клавишу, ну и, естественно, клавишу I – insert. Вот тогда действительно то, что вы сделали, будет вот. Дальше. Для того, чтобы выйти из режима вставки U, и теперь, в смысле, escape U – это undo. Короче говоря, люди, которые не привыкли к такой парадигме работы, их изрядно подбешивает. Вот эта ситуация, что я пишу слово, а оно вместо слова побуквенно исполняется командой VIM. Можете поверить мне на слово, что из всех перечисленных редакторов этот наиболее мощный, и с ним можно творить всевозможные чудеса, и я буду периодически это делать на лекциях. Без задней мысли. У меня будет так получаться. Для того, чтобы не страдать при работе с VIM, вам рекомендуется штука, которая называется VIM-тютер. VIM-тютер – это штука, которую надо тупо прочесть и сделать все, что там написано. Если прочтя и сделав все, что написано в VIM-тютере, вы почувствуете легкий дискомфорт – это нормально. Тяжелый дискомфорт – это тоже нормально. Непоправимое желание все это выбросить вместе с Линуксом – забудьте, правим, используйте другой редактор. Вот. Ну, в общем, с другой стороны, вы понимаете, что вообще любая система, которая включает в себя средства собственного познания, манпейджи, например, документацию, любую систему таким образом использовать можно только, если вы готовы большую часть времени этого пользователя заниматься, таки, да, чтением этой документации. Я, например, делаю это регулярно на каждой лекции, потому что я не могу понять всего. Запомните из этого вы только то, что будете использовать на повседневке. Все остальное, любая инфа, всегда добывается путем чтения документации по соответствующей теме. Это вас будет преследовать, начиная вот со следующего занятия, потому что обычная форма работы вот у нас на лекциях такая. Я рассказываю про какую-то тему, рассказываю, где почитать про нее, показываю пример программы, делайте дамаж. Вот так примерно это все будет. Но сегодня это будет не так. Сегодня можно немножко собезьяничать. Хотя, конечно же, чтение документации, безусловно, не возбраняется, а даже приветствуется. Насколько... Они даже пишут примерно на сколько. Вы не дочитали. Вот. Так что это довольно короткая штука, как вы видите. Вот. Ну что? Напоминаю список актеров, не снимавшихся в предыдущей серии, а именно, что мы будем довольно много пользоваться командной строкой и ее бонусами в наших лекциях, и в нашей практике. Теперь пункт номер два из этого учебника для самых маленьких. После редактирования идет сборка проекта и подготовка его к запуску. Что такое сборка? Под словом сборка, что понимается в классической терминологии программистов, условно говоря, линуксовых? Сборка – это превращение комплекта ваших исходных текстов, а также других исходных файлов в программный продукт. Чем сложнее программный продукт, тем сложнее, как это сказать, процедура сборки, и тем хитрее те отдельные подпроцедуры, которые нужно выполнять. Но, например, если это просто тупо файл на си, то сборка программного продукта из файла на си – это просто сборка, компиляция из него бинарных, больше ничего. Напоминаю, что вообще программа на си проходит четыре стадии. Вот у нас есть исходник на си, дальше на нее натравливается припроцессор, который ЦПП. Получается, в результате что? Исходник на си. Только длинный. Потому что все ваши инклюда, все ваши дефайны и все остальное туда включаются, раскрываются, короче, припроцессор обрабатывает вашу программу на си, превращая ее в довольно длинный потрох. Дальше запускается, собственно, компилятор, у которого на выходе ассемблерный код. Код на языке ассемблера. Дальше запускается ассемблер, который транслирует этот самый код в объектный файл. Объектный файл это уже машинные коды. Я пересказываю вам, я так думаю, материал третьего семестра курса операционной системы. Объектный файл это уже машинные коды, но ничего кроме тех машинных кодов, которые строго соответствуют написанной вами программе. Никакой библиотеки, никакой исполняющей системы си, ничего в объектном файле еще нет. И дальше идет компоновщик, который берет ваш объектный файл и еще некоторые другие объектные файлы, содержащие нужные вам библиотеки, исполняющие систему си. В том числе модули старта, запуска программы и останова программы специфически для вашей операционной системы. И всего вот этого слепливает бинарник в специальном формате. В данном случае будет какой-нибудь ау или еле, посмотришь. Вот такая процедура. Давайте для начала убедимся, что вот этот файл компенсив, я не уверен, что он без предварительной подготовки не скомпилируется. Ой, нет, какой ВИМ-тьютор, что я несу? Да, не скомпилируется. Давайте найдем что-нибудь попроще. Потому что здесь у нас много. Ой, что это? Я не знаю, что это, но должно скомпилироваться. О! А что оно делает-то? Выводит 42. Ну, пускай. Мне кажется, нормально. Вот. Значит, вот смотрите, вот какой-то бессмысленный совершенно или очень осмысленный файл на оси, который выводит ответ на вопрос о смысле жизни, мира и всего такого. Цитата не точная. Да, вот. А! Я знаю, к чему это пример. Пример Котладки. У нас, вообще говоря, этот 42 присваивается не в то место, в котором мы его находим. Мы с памятью тут мухлюем. Но не важно. Мухлюем и мухлюем. Вот. Значит, как вы видите, для нас с вами все выглядит до невозможности просто, а именно мы берем, запускаем компилятор C, передаем в качестве параметров файл на оси и получаем на выходе файл a.out. Кстати, давайте проверим, какой он, какого он типа. Как было сказано, это ELF, Positioned and Depedal and Exhibitable динамики linked. То есть, компоновка этого файла до конца еще не сделана. Ему требуется для запуска наличие некоторых библиотек памяти, с которыми он потом уже скомпонуется в момент запуска. Так уж устроена динамическая линковка в этих ваших современных операционных системах. Нет, это уже делает загрузчик операционных. Это делает вот этот вот модуль Linux в DSO4. Это он в процессе загрузки вашего ELF в память докомпонует его вот с этими двумя библиотеками. Вот с этой. Нет, конечно. Вот с какой градуси? Это вполне себе бинарный код. У него есть только таблица символов. Давайте посмотрим на него, на таблицу символов. Вот она. Как видите, это все символы, которые в данный момент... А, потому что это T большое я сказал, T маленькое. Вот эта таблица символов, которые определены в вашей программе, а также которые не определены. Среди них, как ни странно, есть те символы, которые мы действительно там определяли. Вот. Например, TST, TST, точно была такая функция. И куча какого-то другого барахла, который мы с вами точно не определяли. Почему? Да потому, что мы пользуемся, например, функцией printf, и она взята из библиотеки glyпси. Да? Вот все эти символы нужны для вашей программы. Я вангую, что вот этот TST будет помечен как определенный, где он тут? Вот он. А вот printf стопудово должен быть помечен как undefine. Вот он. Почему? Потому что это динамическая линковка, никакого printf вот в этом файле нету, и только когда загрузчик загрузит его в память и найдет glyпси, там будет лежать printf. Вот. Посмотрим все неопределенные символы. А, это какие-то другие. Слушайте, не буду... А, да, нет, вот все неопределенные символы, например, printf. Все так. Можно, кстати, попробовать ему сказать минус static, посмотреть, что получится. Минус static. минус минус static. Нет, нет, я забыл. А, а мы не здесь, да? только все-таки минус static. Да, вот. Это совершенно не тема сегодняшнего разговора, но почему-то мне пришло в голову про это рассказать, ну, давайте расскажу. Вот. Видите, другая картина. Значит, вот здесь нам писали, где она тут? Вот такую штуку, что это динамики linked, и даже кто его будет загружать. Я, кстати, соврал. Не вот это, а вот это является загрузчиком в память, который все это разрешает. Интерпретер. Интерпретер. Вот. А здесь у нас получается статический файл, в котором я вангую, что все символы будут уже внутри. То есть, он и размер, знаете, вот смотрите, вот сейчас давайте без минус static скомпилируем. А теперь с минус static скомпилируем. Чувствуете разницу в размере? Давайте я, чтобы ее виднее было, скажу вот так. Да? Вот эти 3 мегабайта, это что за 3 мегабайта чего? Это 3 мегабайта исполняющая система, стартап, shutdown, printf, например, тот самый. Вот. Ну? Вот сколько там функций. Это все есть в вашем бинарнике теперь. Неудивительно, что он, мне надоело крутить. А мы еще только буквы «ры» добрались, ну вы поняли. Вот. Зато этот бинарник загрузится в любом линуксе с ядром там выше, чем сколько-то. А вот этот бинарник, вот он, коротенький, вот этот бинарник загрузится только в линуксе, в котором есть вот такая в точности библиотека и вот такая в точности библиотека, потому что они ему нужны для запуска. Ну и вот такое тоже нужно. Такие дела. Ну, в действительности это все тема курса операционной системы, просто с этим так или иначе мы будем приплясывать всю последующую нашу жизнь. В этом семестре, разумеется, не всю жизнь, не пугайтесь. Для того, чтобы вся эта машинерия заработала, вам нужно, чтобы в вашем окружении были установлены соответствующие программные продукты. Понравящийся вам текстовый редактор, если вы не пользуетесь сервером практикума, компилятор и впоследствии понадобятся так называемые девелопмент версии библиотек. Что это такое, мы узнаем, когда будем про них разговаривать, но это в действительности очень простая штука. Для того, чтобы запустить программу, нужна только сама библиотека, а для того, чтобы с ней скомпилироваться, нужно еще кое-чего. Ну, например, инклюдники от нее. Те, кто программировал на СИ много, знают, что одно дело сама библиотека, с которой программа целенкована, вот это. А другое дело, какой-то инклюдник, который ее сопровождает, чтобы, может, вообще что-то скомпилировать. Если DLH где лежит, где-то должно лежать. Вот. Соответственно, это как раз относит нас к началу этой лекции, к списку звезд мировой величины, которые не снимались в нашем кино. как вы будете формировать ваше рабочее окружение под Linux, вы можете у меня спрашивать совета, я вам всегда отвечу, но в лекциях этого не будет. Совета можно спрашивать в чатике, там уже за 600 человек, я думаю, там найдутся много людей, которым объяснят, что сделать. Кроме меня. Давай. Значит, относительно того, по поводу чего я буду давать советы. В первую очередь, я, конечно же, буду давать советы по поводу семейства дистрибутивов нашего комьюнити Alt-Linux Team, потому что я его давний член этого комьюнити. Соответственно, я в этом больше разбираюсь. По поводу других дистрибутивов типа Ubuntu, Archa, Fedora, чем могу, помогу, я, в общем, про них в курсе. По слухам, если в Винде включить Windows Subsystem for Linux, который в действительности является Linux Subsystem for Windows, не зная, почему его так назвали, которое называется VSL2, туда приедет обычный long-term support Ubuntu, самый обычный, и ее можно пользоваться. На все вопросы, почему VLSV не так работает, как у всех, я отвечать не могу, потому что не знаю на это ответ. Но, тем не менее, такая штука есть. Ей, наверное, можно пользоваться. Вот. У вас есть много вариантов. Есть вариант поставить какой-нибудь дистрибутивчик просто в VirtualBox. Это очень просто. Поставить дистрибутив в VirtualBox это крайне простая задача. Она состоит из двух частей. Берете VirtualBox из трех. Второе берете дистрибутив, третье ставите. Все. Но и тем не менее. Тут сокращение совращает публику обещаниями MSYS2 и этого самого MinGV32 в Windows. Не верьте ему, пожалуйста. Это, конечно, очень удобная штука. И она очень специфическая. Там надо много чего знать. вас. Поэтому я бы не стал ей пользоваться. Да. Соответственно, вся вот эта машинерия, связанная с зависимостями, установками, пакетными менеджерами и все остальное выходит за рамки нашего курса. И мы, собственно, переходим к важной и последней на сегодня тематике. Это как вот эти вот зависимости, которые вам придется обеспечить в вашем рабочем окружении, воспринимаются с точки зрения разработки. С точки зрения разработки есть как бы три слоя того набора программных продуктов, пакетов, сущностей, которые должны присутствовать на вашей машине для того, чтобы ваша программа с вашей программой может было что-то делать. Минимальный набор этих сущностей называется эксплуатационное окружение и это все, что нужно для того, чтобы ваша программа вообще заработала. Ну, например, мы с вами только что видели, что я, правда, примера этого не приводил, но вот этот вот а.аут эта программа не заработает, если в вашей системе не будет вот этого, вот этого и вот этого. Скорее всего, оно, конечно же, есть в вашей системе, но, например, можно взять и поставить какой-нибудь очень древний дистрибутив Linux с другой версией Grip-C, у которой с Uname не 6, а, скажем, 5. И эта программа не заработает. Эксплуатационное окружение для нее будет несоответствующим. Не говоря уже о том, что в, скажем, других операционных системах не Linux бейзет, да, тоже будут проблемы. Разумеется, в случае компилируемого кода речь идет еще и об архитектуре, но тут как бы я не думаю, что кому-то нужно рассказывать, что программы скомпилированные под X664 на каком-нибудь арме не опустятся, просто потому, что там другой бинарный. Да, так вот, эксплуатационное окружение, это набор, как правило, библиотек, да, главное, что нужно для запуска программы на оси, это некоторое количество библиотек, которые должны быть установлены в вашей системе, чтобы программа вообще заработала. Сборочное окружение. Сборочное окружение нужно для того, чтобы из исходных текстов вашей программы получить, собственно, продукт, программный. ну, например, компилятор. Без компилятора трудно скомпилировать программу на оси. Практически невозможно. Вот. Но в действительности не только компилятор. Поскольку, как мы увидим, как раз в течение этого семестра, процедура сборки это довольно многоступенчатая штука, использующая довольно много инструментов. все эти инструменты не нужны для запуска вашего программного продукта, но нужны для его сборки, то есть для получения, скажем, бинарника или комплекта, содержащего бинарник из исходника. Что это может быть? В первую очередь, как уже было сказано, это девел-версия библиотек. Сейчас, секунду, подержите свой вопрос, я просто докончу этот пассаж. Например, ну вот какой-нибудь попроще что-нибудь, ну вот скажем, какой-нибудь libcrypt-девил. Вот посмотрим, из чего состоит библиотека libcrypt. Она, в общем, состоит-то из фактически документации, еще документации и в действительности одного файла, потому что один из этих файлов является симлинком на второй. сунейм единичка, у этой библиотеки версия единичка, а это минорные подверстии, которые, в общем, могут различаться. Вот это фактически, да, документацию, кстати, можно было не ставить. У пакетных менеджеров есть такая опция не ставить документацию, тогда приехало бы только вот это. Вот это эксплуатационная версия зависимости на libcrypt, а вот это сборочная версия библиотеки libcrypt, которая содержит, во-первых, документацию для разработчиков, собственно, по функциям, во-вторых, специальный вариант библиотеки без сунейма вообще, чтобы, когда вы компилируетесь, версию не надо было указывать. Вы говорите, собери мне слепкрипт, и он собирает слепкрипт. Поскольку в одной и той же системе чисто теоретически может быть несколько эксплуатационных версий библиотек разных версий, так часто бывает. Версии несовместимы друг с другом, часть софта собрана с одними, часть с другими, это Linux, вы не можете заставить всех пошагать вновь. То эксплуатационные версии библиотек, они как бы могут отличаться, но в каждый конкретный момент времени в едином сборочном окружении сборочная версия библиотеки, она, как правило, без сунейма вообще. Вот. А также заголовочные файлы, они же хидеры, они же аж файлы, которые нужны, чтобы просто скомпилировать программу на хидер. И некоторые другие интересные инструменты, например, так называемый pkg-config, что ли он называется. Давайте посмотрим на него. Вот. Это что? Это такой один из инструментов облегчения сборки вашего проекта на произвольной системе, который описывает, а какие вам нужны инклюдники, какие вам нужны библиотеки, чтобы вообще с этим собраться. вот. Вот это ключ компоновщика минус lcrip. Кстати, инклюдников я здесь не вижу. Не очень хороший пример, но неважно. В общем, вы меня поняли, да? Сборочная часть от библиотеки нужна только для сборки. Ни один из этих файлов не нужен для эксплуатации. Даже вот эти файлы не нужны для эксплуатации. Для эксплуатации нужен вот этот файл. Именно с ним собрана будет утилит, который использует библиотеки. Вот. Помимо этого, вы все еще не забыли ваш вопрос? Ага, тем более. Вот. Значит, помимо этого, есть всевозможные инструменты по сопровождению сборки, как тот же pkgconfig. Кто-то же читает эти файлы, не глазки же мы в них смотрим. Все смотрят pkgconfig, надо думать. Вот он. Вот. Ну, тут мне, вот нам сокращение совет говорит, что про include тут тоже есть, по крайней мере, include прописан иногда, он не равен вот этому. В общем, в общем, вот. И следующий слой, еще более толстый и вот произвольный, это, скажем, назовем его инструментальное окружение, то есть те пакеты, которые вы понаставили на свой комп или в свое рабочее окружение для того, чтобы удобно в нем разрабатывать. Вот там-то как раз появляются текстовые редакторы всякие, которые вам нравятся. Там появляются какие-то инструментации по рефакторингу, там появляются документации всевозможные, в том числе и отсутствующие вот здесь вот. Короче говоря, невозможно заранее, значит, если эксплуатационное окружение очень четко можно предсказать просто по тому, как выглядит ваш проект, да, фактически здесь уже описано, что нужно для того, чтобы эксплуатационное окружение оказалось валидным. Если сборочное окружение можно предсказать, ну, скажем так, заглянув в исходнике и посмотрев, как собирается проект, глазка, то, разумеется, окружение удобное, ключевое слово удобное для разработчика предсказать невозможно, даже заглянув в глаза разработчика. Мало ли, что вам удобно. Зачем тогда я вообще его ввел вот сюда? Для того, чтобы при работе с проектом вы научились различать не только эксплуатационное сборочное окружение, где все примерно понятно. Эксплуатационное это то, без чего программа не запустится, а сборочное то, без чего программа не соберется сама. Но и отдельно выфильтровывали бы, filter out, не знаю, как сказать по-русски, выбрасывали бы, отсеивали бы. Отсеивали бы то, что в действительности для сборки ненужным, что является на самом деле всего лишь вашим удобным инструментом, которым вы пользуетесь в процессе разработки, но для того, чтобы превратить чистое дерево исходника в программный продукт, этой штуке ненужной. Типичный пример смешивания сборочного окружения и окружения для разработки это когда человек программирует в какой-нибудь из этих хрени. И единственный способ сборки программного продукта из исходника для него это нажать кнопку в этой хрени. чему при этом равно сборочное окружение его продукта он не знает. потому что ему нужно там поставить весь не знаю вискод там эклипс вот так делать не надо. Так правильно я понял что я ответил на ваш вопрос про домашнее задание. У нас сегодня уже почти полноценное домашнее задание единственное его отличие от будущих домашних заданий это его так сказать алгоритмическое сложность с правилами сказать правило оформления домашнего задания тот самый публичный гид репозиторий который вы указали когда регистрировались на этот курс регистрация кстати продолжена до конца этого месяца знаете почему потому что в расписании в расписании спецкурсов кафедра СВК сегодня с утра сегодня с утра был ровно два спецкурса программирование на питон и программирование на питон просто один для бакалавра другой для магистр вот этот самый ученый-секретарь кафедр Дмитриевич Валканов специально ногами ходил к этим людям и уж не знаю какими органами видимо тоже ногами вбивал в них понимание что на самом деле кафедра СВК гораздо больше спецкурсов и возможно когда-нибудь это обновится поэтому я был вынужден продлить регистрацию такие дела в этом самом репозитории все домашние задания будут храниться в одном репозитории это не очень удобно но в нашем с вами случае это не страшно потому что у нас не будет между ними каких-то конфликтов мы должны создать подкаталог имя которого совпадает имя которого совпадает с последним словом в URL соответствующей лекции вот с этим я буду каждый раз в домашнем задании это напоминать но если вдруг я ошибусь а у меня шаловливые ручонки я просто иногда пишу не то что думаю вы проверяете совпадает ли вот это с вот этим должно совпадать подкаталог в этот подкаталог помещаете все то что по условию домашнего задания является решением домашнего задания и не забывайте закоммитить опубликовать я не буду придираться к коммит-месседжам но если они будут дескриптивными это хорошо домашнее задание на сегодня как я уже да значит пункт номер ноль сделать так чтобы у вас вообще работала компиляция нормально и гид и все это можно было сделать из одного и того же места вот примерно так как у нас сейчас это было на лекции вот пункт номер один написать hello world ну это будет не совсем hello world он будет программа на си которая вводит строку а потом выводит hello это самая строка из там восьми строк эта программа наша задача не попытаться что-то запрограммировать а научиться всей этой машинерии пользоваться не плачьте дальше будет интереснее все равно плачет почему такая печаль давайте я покажу решение давайте я вам покажу как выглядит решение следующего домашнего задания чтобы вам не было так печально сейчас все равно у нас есть пять минут да вся домашка будет на си за исключением той части которая будет на тех инструментах которые мы у нас например будет домашнее задание где мы будем мы будем писать скрипты для гдб для дебаггера скрипты вот кажется у меня было одно задание на шеле я посмотрю насколько оно мутное может быть мы еще и шелскрипт напишем просто ради того чтобы чуть-чуть этот скил разработать значит те кто плакал над домашним заданием значит давайте мы посмотрим как выглядят домашние задания за следующий семестр вот так выглядело так выглядело решение домашнего задания по третьей лекции в двадцатом году решение домашнего задания а вот так выглядело решение домашнего задания по третьей лекции в двадцать первом году правда здесь я сделал больше чем задал я прикололся добавил в него цвет и поддержку русских так что не плачьте все еще будет окей значит складывайте пушьте единственное что не стоит пропускать это собственно три требования первое требование домашнее задание должно собираться и запускаться так как это обусловлено в формулировке в данном случае там написано что там написано что ой тут не написано ну короче gcc в смысле cc пробел прок.си почему здесь не написано непонятно ну я напишу просто cc что-то больше ничего сборка пока состоит в том чтобы запустить компилятор и получить ау второе требование в репозитории нельзя класть так называемые генераторы все файлы которые порождаются в процессе сборки перед коммитом должны быть перед пушем должны быть удалены или не должны быть включены в коммит в репозитории не должен лежать аут объектные файлы и все остальное что ну getignor конечно можно то есть как вы с этим справитесь не моя проблема более того если вы туда случайно это закоммитили и потом ну не знаю по форс пушили или даже как очень дисциплинированные люди сделали коммит в стиле дальше идет ненормативная английская лексика ну ладно не буду я на камеру изрыгать короче отфигачить то что зафигачили в прошлый раз коммит в таком стиле то это тоже хорошо вот значит да и пункт 3 соблюдайте дедлайн и дедлайн 6 дней 6 дней это значит что в день предыдущий перед лекцией все домашки должны быть сделаны почему не 7 не скажу потом скажу вот сейчас я посмотрю значит да здесь я напишу просто команду cc все поймут как это делается вопросы все уже сварились уже не до вопросов я понимаю вечер поздний все такое хорошо тогда всем спасибо в следующий раз вы видели что у нас будет вот работа с текстовым экраном вот ну и соответственно до новых встреч отлично что у нас почти все заработало спасибо спасибо Продолжение следует...